Привет! Сегодня я расскажу, как легко увеличить ресурс своих запчастей, а именно шаровых, наконечников и тяг-стабилизаторов. Для этого нам понадобятся сами запчасти и вот такая вот смазка SHERP. Она имеет очень интересную консистенцию. Сейчас покажу. Если честно, чем-то похоже на какие-то густые сопли. Так, первым делом мы заправим это все дело в шприц. Смазка не жирная, но какая-то очень липкая. Я про нее читал, говорят, творит чудеса. На моем опыте эту смазку я добавлял шаровую и она отходила не хуже, чем линфердер. Давайте я покажу на примере рулевого наконечника. Снимаем гайку и аккуратненько снимаем стопорное кольцо. Стараемся не порвать пыльник. Все, кольцо снято. И теперь посмотрим, что там у нас, какая смазка напихана. Довольно много смазки. Бывает, что пару миллиметров смазки и все, больше ничего нет. Как видно, бывает, что в шаровых практически нет смазки. Так что, если вы берете дешевую продукцию, китайскую, турецкую, без разницы, не поленитесь, снимите пыльник, наложите смазки, хотя бы литола. Не обязательно шарп, но литол, это как минимум, должен у вас тут лежать. Ее мы уберем, потому что литол мне не нравится. Литол, с литол. И теперь добавим нашей смазки. Все теперь в обратном порядке. Закрываем это все пыльником. На этом все. Ставим, радуемся. И пишите в комментариях, сколько у вас прошли наконечники или шаровые, или стойки стабилизатора. Все, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok